Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас седьмой каст, называется он «Беседы о Библии», и мы сегодня беседуем с вами о Библии, о том, что мы читали, что мы видели, что мы осознали в процессе изучения Слова Божьего, и мы будем с вами на эту тему сегодня разговаривать. Итак, у меня вот такое было сегодня место из Писания, Евангелие от Иоанна, я его прочитаю, поделюсь своими мыслами, о том поговорим с удовольствием и о ваших тоже. Значит, это Евангелие от Иоанна, первая глава, с 32 стиха. Извидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь духа святого, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий духом святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое учеников его, и увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Услышав от него все слова, оба ученика шли за Иисусом. Иисус же, обратившись к и увидев идущих, говорит им, «Что вам надо?» Они сказали им, «Рави, что значит учитель, где ты живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него тот день. Было около 10-го часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе, последовавших с ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты нарекаешься Кейпа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею. И находит Филиппа и говорит ему, «Иди за мной». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Напанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Напанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что-то доброе?» Филипп говорит ему, «Иди и посмотри». Когда я читал этот стих, у меня возникло несколько таких мыслей по этому поводу. Первое – это то, что свидетельства самого Иисуса, слова самого Иисуса, они порождают в нас желание идти проповедовать о нем другим. Те, кто говорили с Иисусом, они сразу пошли и кому-то что-то сказали. И второе – это было первое свидетельство после крещения Иисуса о том, что он сын Божий. И как оно моментально пробудило у тех, кто знает, что такое Мессия, кто такой Мессия, те, кто понимают, как он может появиться и так далее. Они тут же начинают об этом рассказывать другим без сомнения. То есть Андрей рассказал своему брату Симону. Он не пошел там сначала на площади всем рассказал, потом с кем-то посоветовался, оправдали это. И только потом пошел к брату. Нет. Он в первую очередь пошел к своему брату для того, чтобы ему рассказать. И то же самое сделал и Филипп. Он нашел своего брата Нафанаила и рассказал ему. Нафанаил усомнился. Вот смотрите, две разные реакции. Петр сразу пошел к Иисусу, а Нафанаил усомнился. Может ли быть что-то хорошее из Назарета? Нужно знать немножко историю. Я просто так скажу, что в то время те, кто жили на севере, особенно в Галилее, Назарете, их очень не любили. Вверх они были очень образованные люди. Они говорили на очень многих языках. Они были очень далеко от власти, далеко от Иерусалима. У них была более самостоятельная жизнь. Они все занимались бизнесом, практически все. У них у всех были свои какие-то, например, у Петра там была рыбацкая своя какая-то, какое-то дело и так далее. У них у всех, они все чем-то занимались. Они были самостоятельные люди, их очень не любили. И все знали, что Иисус должен появиться в Ефлееме. Причем в каком Ефлееме? Ефлеема в два в Израиле. Не тот северный, который есть в Ефлеем, а тот, который возле Иерусалима. И именно там родился Иисус, мы знаем. Но когда сказали Нафанаилу, что мы нашли Иисуса из Назарета, он говорит, может ли из Назарета быть что-то хорошее. Потому что все тогда знали, что все, что находится на севере, все, что называется нехорошее для страны, все, что находится ближе к Ерусалиму, все хорошее. И поэтому вот такие две разные реакции. До сих пор то же самое происходит. Мы идем к людям, некоторые принимают Бога и сразу идут за нами, потому что они знают, о ком идет речь. Если мы правильно донесем смысл Евангелия, то есть смысл того, кто Мессия, как он выглядит, как он пришел и откуда, они сразу идут за нами. А некоторые начинают задавать уточняющие вопросы, например, откуда он, Нафанаил, и сказать, а, ну, это не может быть Мессия. Да, то есть вот разные такие реакции, я думаю, мы встречаемся с ними до сих пор. Вот такая у меня мысль была сегодня. И все-таки вот вывод такой, что слова Иисуса все-таки пораждают, если мы реально слышим слова Иисуса, мы реально видим, что есть в нас такая страсть идти и проповедовать его слово. Ну, вот просто такое предварительное осознание было по поводу прочитанных стихов. Да. Ты хотела задать вопрос, друзья? Ну, хотела, да. Если хотела, то давай, задавай. Ну, вот сейчас по вот этой теме хотела добавить. То есть мы вот иногда почему идем проповедовать Христа? Если у нас наше сердце зажглось, да, если мы искренне верим и мы горим, то, естественно, нам хочется всем рассказать. А если оно, мы, да, поняли, да, это хорошо, но, так скажем, действительно не горим этим, то мы будем сомневаться и будем задавать какие-то дополнительные вопросы. Будем как-то так вот неуверенно и поэтому, может быть, и не будем проповедовать. Если мы сами не будем оповедовать. Но у меня вопрос как раз-таки вот о сомнениях. То есть меня это вот само мучает. Я в этом периодически сама плаваю. То есть вот именно как раз сомнения. То есть написано, что, ну, много местописаний, да, сомнений. Там говорят в чате, что Блаб хрипит. Если вот кому-то еще хрипит, вот тебе как меня слышно? Отлично. И мне тебя хорошо слышно. Значит, Владу открепит телефон. Ваня здесь у нас не может подключиться никак. Давай, Влад, мы сделаем так. Я тебя сейчас отключу. Ты просто слушай. Отключись от эфира, просто слушай, чтобы у тебя не было двойного сигнала туда-сюда. А когда у тебя будет желание что-то спросить или сказать, ты подключишься. Давай, я тебя просто отключу вот так вот от эфира. Вот. И все. И теперь у тебя не должно хрипеть. Ты теперь должен нас хорошо слышать. Да, давай, продолжим. Такое-то о сомнениях. То есть написано, что сомнение враг благословения. То есть если я в чем-то сомневаюсь, именно в том... Мы уже говорили на эту тему, не написано. Нет такого места. Ну, в синодальном есть такое место. Тебе, найди, пожалуйста, мне эту книгу, строка, книга, глава стих. Да, я сегодня, конечно, каюсь, но я это... Не выписала это все, все свои вопросы. Ну, так вот, в любом случае, пока вот даже пытаюсь я найти. Давай я тоже попытаюсь найти. Вот именно, как я это понимаю. То есть если я в этом сомневаюсь, я не буду там иметь успеха. И это, скорее всего, зависит, наверное, во всех сферах моей жизни будет. То есть даже то, что, казалось бы, я могу, но если я в этом сомневаюсь, я это не получу. И вообще, как для христианина, вот это сомнение, не могу найти, что-то я сейчас... Потому что это не написано. Я это уже говорил. Нет такого в Библии вообще. Потому что о сомнениях мы читаем только в одном единственном месте. Это в послании Якова. Там конкретно о сомнениях написано. Больше нигде про сомнения ничего не написано. Ну да, написано, что и верьте немало, не сомневаясь. То есть немало не сомневаясь. Ты не слышала мой сегодня утренний касс, да, завтра из Библии? Нет. Ну тогда я для тебя повторю. Я тебе прочитаю, что пишет Яков. Яков пишет. Если же у кого не хватает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреки, и даст ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеиваемой. И да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Значит, если мы читаем весь этот стих, то есть всю эту часть этой главы, то там написано «человек с двоящимися мыслями». Что значит «человек с двоящимися мыслями»? Это не человек сомневающийся, а человек неуверенный. Потому что сомнения пишет Павел в первом постановлении Коринфянам, он пишет «Испытывайте себя, верили вы?» То есть нужно подвергать сомнению наличия у нас веры. Всегда нужно подвергать сомнению наличия у нас веры. Мы должны постоянно сомневаться в том, верим ли мы реально, верим ли мы просто верим на автомате. Но я не буду повторять то, что я говорил сегодня в нашем утреннем касте, в завтраке с Библией. Надо будет потом тебе просто переслужить. Или кому интересно, завтрак с Библией, 17 номер, можете переслужить. Я об этом говорил. Сомнения и неуверенность – это разные вещи. Это абсолютно разные вещи. Слово «сомнение» – это, будем так говорить, если брать его на русском языке, то это «со-мнение». То есть есть еще какое-то мнение. То есть человек привержен двум мнениям. Он не может быть человек двум мнениям привержен. Не может из одного источника идти горячая и холодная вода. Или сладкая и горькая вода. Не может. То есть мы не можем идти по двум мнениям. Если у нас будет два мнения, то на какое из них должен Бог дать ответ? На то и на другое. На два не может быть. Может быть либо одно, либо другое. Это с самого начала. То есть либо мы слушаем Бога, либо мы не слушаем. Либо мы исполняем, либо мы не исполняем. Либо мы выбираем жизнь, либо смерть. То есть когда есть «со-мнение», это значит, есть мнение, которое в сторону правильного решения, и мнение в сторону неправильного решения. Поэтому вот это вот слово «сомнение», оно очень такое неуместное здесь, я думаю. К сожалению, у меня нету оригинала на греческом языке. Можно было в этом почитать. Но в иврите, давайте я просто открою, скорее всего, там будет совсем-то мнение. Потому что ивритский перевод, он будет точно, чем сильно дальний. Это у нас послание Якова. Вот как раз-таки два мнения. Бывает так, что не вопросов веры в Иисуса, например, я не сомневаюсь как раз в вере в Иисуса, но вот бывают такие обычные, обычная жизнь любого человека, когда он думает, вот так ему поступить или вот так. И оба варианта могут быть не граничащие с грехом. То есть это не грех, это и так хорошо может быть, и так хорошо, и так может быть плохо, и так может быть плохо. И то есть вот иногда бывает, я просто не хочу иногда доходить до такого момента, когда нужно будет шерсть раскидывать. То есть это как гадание какое-то, да. Вот правильно я делаю или неправильно. И вот именно, ну я думаю, что не одна я такая, может быть только женщины такие, я не знаю. По крайней мере, разговаривая со многими тоже, вот бывает, что вот именно так или не так. И бывает, что мы слово сразу не получаем от Господа. Ну, то есть от Господа это у нас или не от Господа? Вот как вот это вот, как раз навсегда вот понять и к этому вообще никогда не возвращаться? То есть вот идти или идти? Во-первых, я не думаю, что нужно взять вот так вот понятие от Бога у тебя, от Бога у тебя мусор, не от Бога. Если ты не знаешь, будем так говорить, о чем вообще речь идет. Ну, к примеру, скажем, что такое спасение? Вот как ты понимаешь, что у вас спасение? Как ты знаешь, что спасена? Что ты рождена свыше? Ну, спасение я принимаю верой. То есть верой в то, что, исполняя Слово Божие, исповедуя свои грехи, я покаялась и... Откуда ты знаешь, что покаялась, а дальше? Откуда ты знаешь, что спасена именно? Ну, если я исполняю Слово Божие, и если я верю в Иисуса, то у меня есть шанс, что я спасена. А вот откуда ты знаешь, что шанс, что это не шанс, а именно спасение? Ну, вообще сказать на сто процентов, что я спасена, я не могу. А почему? Я не знаю, почему. Ну, вот я говорю так, как есть. Я знаю, я верю, что его милость обновляется со дня на день. Что... Ну, и в то же время я должна бодрости именно каждый день. То есть я могу свое спасение потерять, не знаю, через час, предположим. Да, я не знаю, что какая... Не потерять. Ну, не спать. Ну, то есть в любом случае, допустим, я выйду сегодня на улицу, и что-то вдруг вот так меня заклинит, и вдруг я там... Ну, это я утрирую. Допустим, согрешу мыть своих, меня задает машина, и я не успею покаяться. Откуда у тебя такая ересь, что спасение можно потерять? Это где написано? Это ересь. В каком месте писания написано, что можно потерять спасение? Ну, я не могу сказать. Я могу тебе сказать. Я не готова, на самом деле. Вот сегодня я не готова именно с написаниями, но в любом случае... Проверь меня. Проверь меня по писанию. Любой человек, если он спасен, рожден свыше... Что такое рождение свыше? Новый человек родился. Вот Бог смотрит на землю, да? Он видит эту землю не как живой организм какой-то, а как кладбище. Тут полно трупов. Все ходят, зомби. Все трупы. Потому что они духовно отделены от Бога. Соответственно, у них нет жизни. Сюда идет Дух Святой. Ну, я тебе просто так делаю. Краткое содержание Евангелия. Сюда идет Дух Святой. И для тех, кто принимает Иисуса Господом своим спасителем, в сердце своем, и исповедует это устами своими, он его превращает в живого. Он его оживляет. То есть плоть его все еще грешит, потому что плоть грешная. Об этом Павел пишет постоянно. Постоянно об этом Павел пишет. Он даже чуть ли не криком кричит, когда, наконец, я уже помру, уже хватит, потому что невозможно. Я делаю то, что не должен делать. Я грешу постоянно. И кто меня избавит от этой ужасной плоти? Плот наша грешит. Она остается тем самым трубом. Ты живешь в комнате, где все гниет. Вот так и Дух живет в нас внутри, в нашей грешной плоти, от которой мы стремимся избавиться. И рождение свыше – это то, что Бог построил внутри нас, вот внутри вот этого вот кладбища, Он построил свой храм. И борясь с плотью каждый день, то есть пресекая всячески, вот, например, если ты знаешь, что ты что-то делаешь, и тебе это не нравится, интуитивно не нравится, значит, скорее всего, это грех. Нужно свериться с Писанием, потому что есть очень много церквей, я знаю сегодня, очень много проповедников, которые просто наслеждают свое мнение. Они вот говорят – это грех, это грех, это грех. Где написано? Ну, прочитайте мне, где написано, что это грех. А это всего-навсего его личное мнение, основанное на том, что он чуть больше читал Писание, он сделал какие-то выводы из каких-то двух стихов, не связанные друг с другом, и решил, что это грех. Ну, если сердце осуждает, значит, это грех? По сути? Нет, опять же, вопрос – сердце осуждает или мнение осуждает? Своё? Личное мнение или… Личное мнение. Но личное мнение – это и есть, может быть, сердце? Это кажется. По большей части оно подвержено общественному мнению. Мы на 90% делаем то, что не угодно нашему обществу, в котором мы живем. Понимаешь? Ну вот, а как же, смотрите, Авель. Да. Да, мы, предположим, не можем… Ну вот берем… Я смотрю, только скажи, куда смотреть, я буду смотреть. На ситуацию. Вот берем такую, самую такую глобальную, да, вот, что меня всегда… У меня боль вот от этой ситуации всегда. Человек, предположим, алкоголик или наркоман. И вдруг в одночасье его Господь освобождает. Прям вот в одночасье. Человек больше вообще не употребляет ничего. То есть он там светится, он начинает служить. Он горящий. Он действительно преображается. Он создает там семьи, да, рожает детей. Там все, все замечательно. И вдруг происходит так, что через, там, я не знаю, через пять лет человек снова возвращается туда. И снова начинает… Причем я точно уверена и в моей… Ну, не в личной моей, а то есть видела я, да, что если человек возвращается в грех, то написано же, что семь злейших с ним возвращается… Еще и выметенный дом, мы чищены, семь злейших еще и приводят с собой, да, семь злейших. И я это видела, что человек, упавший, да, становится намного-намного хуже даже, чем был до покаяния. То есть вот этот человек что, не потеряет свое спасение? Есть, смотри, нехороший пример, потому что плотская зависимость, зависимость я имею в виду, именно зависимость, она гораздо сильнее, чем человеческая воля, к сожалению. В данном случае наркомания, алкоголизм – это зависимость, в чистой воды. То есть плоть настолько привыкла, что без этого она жить не может, что она просто подает сигнал нашему мозгу, что он сейчас умрет. Это просто инстинкт самосохранения. Я не думаю, что человек зависимый… Я знаю человека, который, например, покаялся, он служил долгое время, где-то через год примерно он опять начал колоться, потом все хуже, 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 хуже. Но каждый раз, когда он чуть-чуть приходил в себя после своего кайфа, он приходил вот в этот вот Байтхам, или «Теплый дом», как его называют, и говорил, ну, сделайте что-нибудь, это же неправильно то, что я делаю, ну, сделайте что-нибудь. И сердобольные люди давали ему денег. И он шел, покупал следующую дозу. Не потому, что он плохой, не потому, что он не спасен, а потому, что его плод сильнее, чем его воля. Ну, по крайней мере, у меня вызывает уважение к этому человеку, или милость, я не знаю, у Бога тем более. У него, по крайней мере, есть желание покаяться. А у некоторых людей все, они ушли, у них такое ожесточение, они видят не хотят, слышать не хотят, они совершенно меняют свое мировоззрение. Такое ощущение, что они никогда не служили Богу, что они никогда… Они никогда не служили Богу, они не были спасены. Человек, который возвращается в грех, он никогда не был спасен. Потому что ген греха, он в момент рождения свыше, он подавляется антигеном. Ну, да, говорю так, чтобы понятными словами. Он подавляется антигеном, который ему вживляет в каждую молекулу ДНК Святой Дух. Так, ну, утрированная. То есть у него грех, ген греха подавлен, его нет, он не работает. Вот как ген гемофилии есть у всех. У каждого человека есть ген гемофилии. Но у него есть и антиген гемофилии. Если антигена нет, человек умрет от какого-нибудь небольшого кровотечения. То же самое здесь. У человека был ген греха, у которого не было антигена. Он рожден свыше. Антиген сильнее, чем ген. Если он его подавил, у человека больше нет стремления грешить. Нету. Потому что антиген, ген греха не работает. Он не в состоянии ничего сделать. Если человек продолжает грешить, то есть у него продолжается стремление грешить, он не стесняется грешить, или он там отдает себя греху, он никогда не был спасен. Вот такое мое мнение. Возможно, я ошибаюсь. Но я просто читаю Писание, и я это четко вижу. Человек, который спасен, он никогда грешить не будет. Никогда грешить не будет. То есть даже если он согрешит по плоти своей. Согрешит. Когда человек знает, что это грех? Когда ему об этом сказали, правильно? Если я что-то делаю, я не знаю, что... Нет, обязательно. Если я что-то... Он в сердце своем знает, что он согрешит. Его даже никто не может видеть. Знает. В том-то и дело, что не знает. Ему может сказать, ему может сказать либо церковь, либо Дух Святой. Пока ему этого не скажет, либо церковь, либо Дух Святой, он этого не знает. Но Дух Святой уж в любом случае, да, это как бы... Он всегда с нами, но он не всегда с нами говорит. Вернее так, мы не всегда его слушаем. Сейчас Ваню попробуем подключить, потом Влада попробуем подключить. Мы не всегда его слушаем. Мы всегда пытаемся... Смотри, как бы... Мы настолько боимся согрешить, вот настолько мы сомневающиеся люди все... Доброе утро. Настолько мы все сомневающиеся люди, что даже когда с нами говорит Бог, мы говорим, отойди от меня, сатана. Очень часто мы думаем, а вдруг это от сатаны, а вдруг это от лукавого, а вдруг это не от Бога. Но если это основано на Слове Божьем и... Секунду. Когда мы это говорим? Когда нам некомфортно делать то, что Бог говорит? Мы думаем, что то, что Бог говорит, это всегда комфортно. Нет, не всегда. Оно по большей части некомфортно. Мы это читаем прямо вот с самого начала Библии. Есть ли Бог? Но только в Терзаконе 28 глава, что знать? Все. Еще от Авраама. Встань, иди из земли отцов твоих, и я приведу тебя. Что спрашивается? Он там жил, как у Христа за пазухой, что называется. Он один из самых богатых людей был. Что вдруг? Некомфортно. Но мы потом видим подтверждение, что поверил Бог Аврааму, а это вменилось ему в праведность. И то же самое со всеми остальными. Все, что Бог говорит делать, или все, что он планирует для нас сделать, это некомфортно. Возьмите Иосифа. Иосиф мог, если бы тогда он знал о существовании сатаны, скажем, то вполне возможно Иосиф бы сказал, когда Бог был с ним, он сказал, где от меня сатана? Это не Бог со мной, а сатана. А что это вдруг спрашивается? То я раб, то я премьер-министр. Непонятно. Но там написано, что он уверен был Богу, и Бог был с ним. То же самое со всеми остальными. Понятно, чтобы как бы не сомневаться и знать, что это действительно от Господа, это больше и больше каждый день приближаться к Господу. Больше изучать, больше его искать, больше понятно. Это вот, я скажу тебе так, вот это вот понятие искать Господа, это, ну, честно говоря, мне еще никто не объяснил, что такое искать Господа. Ну, это просто объединенные все сферы, наверное, там, больше молиться в тайной комнате, да? Больше изучать. Больше изучать Господа. Вот он вокруг, он везде. Чего его искать-то? Ну, понятно. Ну, как бы, ну, он и среди неверующих точно так же. Написано же, да, вот вы говорили про кладбище сейчас. То есть, Бог изливает на праведных и неправедных. Секундочку. Ничего подобного. Среди... Вот же он здесь. Бога, нет. Вот здесь в моей кухне может быть неверующий и точно так же был, должен быть, ну, он здесь. Прошу прощения. Он обозревает всю землю. Он обозревает, он обозревает. Но Божье присутствие только там, где двое или трое собраны во имя Его. На минуточку. Вы же читаете писание. Но если я одна, например, сижу и молюсь, все равно же Господь со мной. Нет, ты не путай. То, что ты сидишь и молишься, и общаешься с Богом, это твои личные, интимные отношения с Богом. Ну, и в это время как раз же я ищу Бога. Нет, его нечего искать, он рядом с тобой. Он в тебе. Ну, его... Внутри тебя написано, ты храм Божий, он в тебе живет. Чего его искать-то? Ну, я не его самого ищу. Я ищу... Я больше познаю его. Не просто знаю о нем, а знать именно его. Его характер, его мнение на что-то. Это не значит его искать. Это, знаешь, это классная отмазка. Я, конечно, хочу быть с Богом, но я его еще не ношу. Я еще тут немножко поищу. Вот как, знаешь, фильм про приключения Тома Сойера и Гикельбери Фина, когда она ходила там, Том открывала крышку там в кастрюле, потом крышку сахарницы, Том... Марк Твен, да? Том, ответа нет. Я ищу Бога. Сейчас как найду, я к нему приду, пока я буду грешить. Я пока ищу. Я как найду, так обязательно буду хороший. А пока что я буду грешить, пока Бог не нашел. Это бессмысленное выражение, по-моему. Изучать, да? Постигать, да? Познавать, да? Приближаться, да? Не искать. Что его искать? Он в тебе живет. Написано. Или не знаете ли вы, что вы храм Духа Святого? Что такое Дух Святой? Это откуда вообще? Это часть Бога. Это не просто что-то какое-то там пришел, Святой Дух. Это часть Бога. Это часть Божьей сущности. Бог не один. Смотри, здесь очень сложная теологическая тема, да? Сколько Богов вообще существует? Один. Да, а некоторые говорят, как один? А есть Эль Шадай, Адонай. Нет, у него 365 имен. Но Бог-то один. Имен? 365. Где такое фарисейство? Ну, пусть это не написано, но на каждый день, на каждую ситуацию у него новое имя. Нет. Фарисейство. Это значит. Ну, я не знаю, как фарисейство. Это чисто религиозные штучки, там начинают придумывать ему дни рождения, там придумывать ему какие-то там еще чего-нибудь. Всякое такое. Фарисейство. Это вопрос о том, кто создал Бога. Помнишь? Да, 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 да. Кто создал Бога? Нет, рождение Бога никто не отмечает. Ну ладно. А что отмечают 25 декабря? 25? Рождение Иисуса, может быть, отмечают? И все знают, что это... А Иисус у нас не Бог. Нет, это Бог. А, естественно, в любом случае... он все-таки... Ходить сказать, что мы его больше вот 7 января я не буду отмечать Рождество, И тогда, получается, Пасху не отмечаем? Какую Пасху вы отмечаете, простите? Ну, не Песох. А почему, интересно? Ну, Песох, понятно, но, например, у нас это просто не принято. А. Например, если я знаю эту дату, я вспоминаю. Понимаешь, как классно? У нас как церковь хорошо работает. У нас принято отмечать то, что Бог, то, что нам удобно, а то, что Бог сказал отмечать, у нас не принято отмечать, понимаете? Ну, как мы будем отмечать то, что Иисус заменил? Иисус ничего не заменял. Прошу прощения, Иисус ничего не заменял. Написано, наша Пасха, Иисус. Что такое Пасха? Ну, он же ягненок. Минуточку, что такое Пасха? Пройти мимо, сама по себе, это пройти мимо, правильно? Спасение. Спасение. Да, он наша Пасха. Именно вот его кровь. У него отдельный Песох празднуется. Он, простите, пришел в Иерусалим, вера в Песох. Он, простите, был убит в Песохе, Он воскрес на третий день Песоха. Да. Церковь будет отмечать воскресение Христиана на неделю раньше, чем он был убит. Это как? Ну, это чисто календарный случай. Правильно. Церковь сегодня живет не по законам Божьим. Церковь живет по своим собственным законам. Ну, по сути, значит, мы должны жить сейчас по еврейскому календарю, если быть вот. И сегодня никакой не 2015 год. Естественно. И отмечать должны еврейские праздники. Естественно. Просто в церкви было удобно в свое время, в 325 году нашей эры, сделать так, чтобы о еврействе забыли все. И Григорианский календарь заменил иудейский. И поэтому такие разночтения у нас сильные в датах. Рождество Христово вообще непонятно когда было. Никто не знает, когда оно было. 25 декабря. А? Приблизительно это? Приблизительно никто не знает. 25 декабря к нему волхвы пришли, а не он родился. А может и не 25? На Хануку, нет, на Хануку к нему пришли волхвы. На Хануку, еще раз повторяю, Хануку, это не 25 декабря, это может быть в конце ноября, может быть в конце декабря. Зависит от того, какой календарь в этом году выпадает. Потому что разные исчисления дней. К нему пришли волхвы, а родился он за три года до того. Да ладно. Они что, на поезде приехали к нему, что ли, на ракете прилетели? Они шли к нему за 2500 километров. Миском. Чеша, они три года шли, что ли? Ну, может, может, два с половиной. Но вот это я не знаю. В каком году распяли Иисуса? В нулевом. У нас исчисление от Рождества Христова. Я правда не знаю, что по еврейскому предали там. Сколько лет он служил? Три. В каком возрасте он пришел на служение? Тридцать три. Ну, тридцать шесть, да? Тридцать. А в тридцать, в тридцать три его распяли. В третьем году его распяли. А, распяли? Да. В тридцать третьем, получается. В тридцать. Весело, правда? Получается. Я что-то не... Ну-ка, ну-ка, снова можно? Историю. Историю читать надо. Кстати, Флавия. В тридцатом году его распяли. Он родился не первого января нулевого года, вернее, первого года нашей эры. А родился за... Знаешь? Поэтому вот это вот отмечание Рождества Христова, я не говорю, что его не надо отмечать. Но отмечать не как день, а как факт. Я отмечаю Рождество Христово как факт. Ну, как факт. А все отмечают как день. Я видел красивую очень картинку, карикатуру. Написано, девочка сидит на руках у Санта-Клауса и спрашивает, где тебе написано в Библии? С одной стороны. Это все тоже самые вот как в православии иконы. Там у них это Святой Николаус или что-то типа это. Да. Святой Николаус. Пармон Николай. Николаев Годник, да, в православии? Да. Большинство праздников в православии особенно. Особенно в православии. Они все языческие. Большинство абсолютно. 90% праздников в православии языческие. Атрибуты празднования православия языческие. В иудаизме современном большинство праздников языческие. Некоторые святы верят в то, То, что паста, которую в православии празднуют, вот эту с яйцами, обосновывают так, что там, когда пришли волхвы или что-то типа такого. А нет, когда Иисуса разберли. Бария Падалена, когда проповедовала кесарю, она взяла в руку и оно окрасилось в красный цвет. Да, да, да. Вот это вот прям. Я не слышал такого. Ну нет, смотри, гностических учений было столько, что если бы мы все гностические учения учили, то это было бы не вот эта книжица. И даже на иврите, да, не вот этой толщиной книжица. А это было бы как у местных фарисеев. 334 тысячи страниц книг. 34 тысячи страниц книг. Вот эта вот одна написана Богом, и 334 тысячи из чем-то страниц написаны людьми. И вот это они уже давно не знают, как выглядят, а изучают вот это вот. Всю жизнь изучают 34 тысячи. Фарисейство навалом сегодня в церкви. Навалом сегодня в церкви фарисейства. Ну так вот, можно вернуться? Сейчас, секундочку. Наша Пасха написана Христос, но это не значит, что Христос отменил Пасху. Пасха, как Песох я имею в виду, была заповедана еще до 10 заповедей, которые получили евреи. Это самая первая заповедь, которая была дана народу, царству священника, праздновать Пасху. В века написано. В века. То есть это не отменяется, так же, как и суббота не отменяется, так же, как и другие поставления не отменяются. Они не отменяются, они написаны в 10 заповедях. Вот Пасха и 10 заповедей – это то, что никогда не исчезнет, но останется всегда. Всегда. В память о том, что такое Бог и что он может сделать. Написано. Я Бог, который сильной рукой у тебя из Египта. Народ вывел из Египта. Там миллион человек было. Ну, он же как раз-таки вот этот Песох заменил собой, можно сказать. Нет, нет, ни в коем случае. Но он же Агнец, и он своей кровью искупил нас. Правильно. Но это не значит, что Песох отменен. Как праздник. Просто мы теперь знаем, кто спаситель. Вот и все. А праздник остался тот же самый. Просто мы теперь, вот в 1300 каком-то году один из раввинов в Польше предложил вот этот так называемый Седр Песох, который сегодня... Я о нем говорил в промоуфире на Тибене, я рассказывал. Это не древняя еврейская традиция. Не древняя еврейская традиция. Это начали праздновать в 1300, если я не ошибаюсь, или в 1354, или в 1534. Вот что-то такое. Вот так, как его сегодня празднуют. Понимаете? А праздник остался тот же самый. И ягненка едят не потому, что вот как сейчас празднуют Песох и думают, а кто же это у нас такой интересный спаситель такой вот. Было бы интересно узнать. Евреи-то, ну, и фарисеи. Мы знаем, кто спаситель. И едим этого ягненка в честь воспоминания о том, что мы спасены. Не обязательно праздновать этот праздник как Пасху выхода из Египта. Ну, это праздник выхода из рабства, из рабства греха. Вот это смысл сегодняшней Пасхи. Мы это же и отмечаем. Но не Песох. Но не Пасху как воскресенье, а Пасху как спасенье. Пасха – это процесс. Пасха, вот которую сегодня и христиане всего мира отмечают, это процесс, который избратили. Он отмечается на протяжении того же самого Песоха. То есть это приход в Иерусалим, присутствие Божие, да, принесение жертвы, как обычно, принесение жертвы. Но только жертва после смерти не воскресает, а эта жертва была принесена для того, чтобы быть убитым, взяв на себя все грехи человечества. Естественно, плоть убитая, взявшая на себя все грехи, где должна оказаться? В аду, преисподней, туда пойти и оттуда воскреснуть. Он не из могилы воскрес. Не из могилы он воскрес. Он воскрес из ада. Ну да. И вот это мы отмечаем как Песох, как спасение. То есть у нас есть гарантия того, что даже если мы самые большие грешники, которые только есть, покаявшись, мы будем в тот же день с ним в раю. Потому что он уже все за нас сделал. Вот это есть Песох. И это вот именно в этот праздник произошло. Не в какой-то другой, не в какой-то другой день, а в этот праздник. И в этот праздник мы должны отмечать этот праздник. Да, я согласна. Не за неделю после, не красить яйца, как по языческому обычаю, не куличи светить, не брызгать в разные стороны водой, веником, еще чем-то. Это вот раскрашенная девушка с сумочкой, чтобы ходила там с демячейся. А нужно праздновать Песох, как спасение. Да, скажи вам. Праздновать праздник Песох, как спасение, когда пришла жертва, посланная Богом. Бог послал себя в жертву. У него такая должность. Потому что написано, что еще до Авраама он был, до создания мира он был. И это с ним разговаривал Бог, когда говорил, сотворим человека по образу и подобию нашему, сделаем его. Это с ним он говорил. И эта сущность пришла в образе человека, принесла себя в жертву чистую, ради спасения всех людей. Именно в этот праздник. И Пасха, Песох, остается Песохом навсегда. Не может такого быть, чтобы Бог заповедовал, исправляясь какой-то праздник. А потом вдруг сказал, а, ну все, можете больше не исправлять. Так не бывает. Это навсегда для всех. Всегда в одно и то же время. 14-й день месяца Ниссана. А не какого-то там апреля или какого-нибудь там мая. 14-й день праздника Ниссана. Он всегда сказащий. Вот когда по Израилу, по еврейскому календарю выпадает 14-я Ниссана, вот тогда и надо праздновать Песох. С мацой, с вином и с мясом, как написано в Писании. Ну вот, Авер, смотрите. Опять же таки, возвращаясь к этому алкоголику. Вот он ходил, да, он жпакалился, и он был уверен, что он спасен. Вот вы говорите, почему? Я бы сейчас засомневалась, а вдруг я не спасена. То есть, да, вот человек, вот я, который все время сомневается. То есть, ну, не в том, что, ну, как бы доля сомнений, так скажем. Вот этот алкоголик, предположим. Или она? Она же тоже была уверена, что она спасена. Вы говорите, что мы получаем это однажды. Ну, как мы не можем это потерять, если человек так и не покаялся? Если он не покаялся, он не спасен. Спасение, еще раз повторяю, спасение потерять невозможно. Вот я сейчас покаялся, да, принял Иисуса Господа, Он своим спасителем, провозгласил это устами своими, крестился в воде. С этого момента я больше в жизни никогда не открывал эту книгу. Я не знаю, где находится ближайшая церковь. Я понятия не имею, что здесь написано. Вот понятия не имею, что здесь написано. Но с этого момента я перестаю грешить. Я перестаю сквернословить. Я начинаю, как бы, ну, жить по совести, что называется, да, там, любить ближнего своего, любить Бога. Больше я, для меня, как бы, поведение грешное – это нехорошо. Мне оно не нравится. Значит, я спасен. Потому что если я принял Бога, вот у меня, еще раз говорю, есть знакомый, который принял Бога, провозгласил устами, может, в сердце я его не вижу, возможно, там что-то и происходит. Но после этого он перестал ни врать, ни сквернословить, ни грешить. Он ничего не перестал делать. Ничего. Он просто читает Библию и задает мне вопросы. А как это Авраам вдруг прелюбодействовал и переспал с какой-то другой женщиной? Вот его такое интересует, понимаешь? То есть он пытается в Библии найти неподтверждение божественной сущности всего сущего. А он пытается найти, уличить Бога в неправде. Но он крестился. Он говорит, его спрашивают, готов ли ты принять Иисуса Господа? Он сказал, да. Будешь служить им в доброй совести? Он сказал, да, во имя Отца и Сынского Духа. Крестили. Продолжил, в сторону. Спасен ли он? Нет, конечно. Конечно, нет. И он раскаялся в своих словах. Он говорит, да, я матюкаюсь, да, о, какой я матерший. У него больше мата в языке, чем в простых русских слов. Но вот у него исповедь, понимаешь? Исповедь. А не покаяние. Я вот тебе сейчас расскажу, какой я плохой. Ну, он рассказывает, какой он плохой. Уходит от меня, после того, как рассказал, и продолжает быть таким же плохим. Это исповедь, это не покаяние. Покаяние – это когда я покаялся и больше того не делаю. Но на протяжении всей нашей жизни, даже если мы покаялись, все равно из нас каждый день что-то выплывает. Правильно. Вот не было ситуации, раз она появилась, хоп, ты обиделась там, да? Вот я про себя там. Или хоп, вот не хотела, но взяла и разозлилась. Круто. Пришла, покаялась своему пастору, своим близким друзьям в церкви. Не всегда можно каяться пастору, не всегда пастор является близким другом. Друзьям вообще не надо каяться. Как не надо? Я же говорю еще раз, покаялась, как и больше этого не делаешь. Стараешься, по крайней мере. Перед друзьями очень легко каяться. Очень легко. Когда ты идешь к пастору и исповедуешь, очень стыдно и думаешь, чтобы больше не ходить, я лучше грешить не буду, да? Да. А когда друзья скажут, ой, прикинь, я такая... Мы с вами неверующим. Мы с вами неверующим. Написано в Писании, братьям своим. Покайтесь в грехах, братьям своим написано. Хоть и братьям своим, все равно как бы перед... Кто сходи к пастору, знаешь, если ты любишь самоистязание, ты мазохистка по жизни, сходи к пастору, мне достаточно другу рассказать. И все, я больше ничего не делаю такого. Бывает, что заносит? Ну, это же не я грешу, а плоть, но я-то отвечаю за нее. Я же ее ношу на себе, эту плоть. Поэтому я за нее покаюсь, да? Ну, это называется покаяние. А исповедь, это когда пришел расход, вся религиозная сущность церкви, она строится на исповеди. Ну, а если вот, например, ну, наверное, слишком такой сбитый пример, да, слишком его много все употребляют. Вот одна сестра обиделась на другую и всю жизнь не могла... Они общаются, да, они разговаривают, но та до сих пор, ну, всю жизнь не могла ее простить, предположим. И так и умерла. Но она же, получается, уже не спасена. То есть она потеряла свое спасение, у нее сердце ожесточение пришло. Хотя в других областях она вся такая, ну, она вся хорошая была. То есть, ну, вот был один неисповеданный грех, которым она не захотела покаяться, не захотела исправить. Все, она потеряла свое спасение. Все, ладно. Да, я так считаю. И кто-то его нашел и сказал, о, это ее спасение, вот, а где же она? О, у нее все нет. Ну, в любом случае, ну, приобретаемые тоже нам не дают физически. Но мы знаем, что мы приобретаемые, получаем спасение или как-то. Ересь, ересь. Не важно, какое там слово, но факт остается фактом, что вот именно так. Значит так, что говорит Бог? Он один, как мы согласились уже, да? Вот его земное воплощение, которого звали Ишуа, говорит следующее. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, до корени пройдет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Пока не исполнится все. Дальше написано. То есть, здесь речь идет о чем? Что Бог говорит, исполняйте хотя бы хоть что-нибудь и учите этому других. Хоть что-нибудь и учите этому других. И вы попадете в Царствие Небесное. Ну, я, по крайней мере, так это вижу. Может, это видит по-другому? Но я не вижу никаких причин к тому, чтобы человек потерял свое спасение. Реально не вижу. Если человек спасен, то есть он рожден свыше, он творение Божье, Бог его сотворил с помощью Святого Духа. Бог не может дать и потом забрать. Так не бывает. Мы сами можем от этого отказаться. Не можем. Но это получается... Смотрите, допустим, я не делаю видимые грехи, да, такие. Но исполняю же что-нибудь, да? Могу часть исполнять, значит, а могу часть не исполнять. И все равно я буду спасена? Нет. Что значит исполнять и не исполнять? Ну или же... Если ты спасена, ты будешь исполнять все. Потому что ты рожденный свыше человек. Закон написан на сердце твоем. Грешить будет... Тем не менее, я продолжаю грешить. Плоть грешит. За нее кайся. И не делает больше этого. Покаялась за грехи плоти, больше не делает. Еще раз делаешь, это уже не грех, это выбор. Но спасение при этом не теряется. Написано, каждый сам за себя даст отчет Богу. Написано, те, кто... Кто предстанет перед престолом Божьим, будет судиться по делам их. Все написано будут судиться по делам их. Но написано только те, кто не записан в книгу жизни. Кто не записан в книгу жизни и пойдет купаться в озере. Остальные... А что тогда на суд не приходят? А? На суд тогда написано. Все приходим. Нет такого, что не приходим. Написано, на суд не приходят. Все написано. Ну вот мне сейчас, вот я вспомнил вопрос. Какие праведность фарисеев и книжников, потому что мы их... Не знаю, спросишь потом, когда поднимешься наверх. Истинно, истинно говорю вам. Слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Иоанна 5.24. На суд не приходит? Что значит на суд не приходит? Так, ты хочешь мне сказать, что Бог, он неправильный, да? Он одно говорит в начале, потом другое говорит в конце, да? Давай говорить про суд. Откровение. Апокалипсис. Глава 20, стих 11. До сих пор понятно? Дальше написано. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдало мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам их. Написано, каждый по делам их. И дальше написано, и смерть, и ад повержены в Огненное озеро, это смерть вторая. То есть сначала смерть повержена. И дальше написано, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в Огненное. Мы, когда говорим, что мы не приходим на суд, это значит, что мы записаны в книге жизни. Суда смерть или жизнь для нас не будет, у нас жизнь вечная. Вопрос, где? Мы продолжали, и там будем продолжать приближаться к Богу, но там уже будет поздно. Там вас уже расставили по иерархии, и все. Или ты будешь в конце зала сидеть, а Бог будет стоять на сцене, или в первом ряду. Ну, то есть спасется как бы из огня, да, вот это вот? Да. Либо в конце зала будешь сидеть, на калерке, по самым дешевым билетам. Либо впереди, на первом ряду, по самым дорогим. Но то, что ты будешь в этом зале, в присутствии Божьем, это однозначно. Вот в этом суд заключается. Ты либо будешь жить, либо будешь умирать. Вот на этот суд мы не приходим. Мы записаны в книге жизни, будучи спасенными. Но судиться написано будет, по делам их все будут судиться. Все, все абсолютно. И ты, и я, и Ваня, и Влад, и все, кто не пришел сегодня на касты, те, кто пришел сегодня на касты, те, кто ходит в церковь, и те, кто не ходит в церковь, и те, кто читает Библию, кто не читает Библию. Все будут судиться. Но не на жизнь и на смерть, а на где сидеть в зале. Да, 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 с этим согласна, скорее всего. Поэтому спасение потерять теоретически и практически невозможно. То есть если ты реально, вот смотри, вот самые короткие, самые короткие молитвы покаяния, вот, наверное, у каждого есть там молитва покаяния на 38 листов. Вот все сидят со скорбным видом, рыдают там, 35 лидер слез, вот они читают эту молитву, прости, и, блин, грешен я, там, и волосы рвут, и все такое. И в молитве покаяния ты не можешь пойти и окунуться в воду. Не можешь. Курс нужно пройти по покаянию. Ну, может, нет такого. Жалко. А есть церкви, в которых есть. И только при определенных условиях ты можешь войти вот в эту вот купель, понимаешь? А я читаю Библию, и тут написано. Самое короткое молитву покаяния было у кого? У Давида. Состояло из четырех слов. Грешен я перед Господом. Согрешил я перед Господом. Все. И все грехи были прощены. Все. Бог не отменял своего решения смерть за смерть, вернее, жизнь за жизнь. И умер его старший ребенок, первый ребенок. Но он остался жив. Почему умер его первый ребенок? Не потому, что Бог такой злой, а потому, что он был рожден в прелюбодеянии. Поэтому он умер. А самое короткое покаяние, которое было перед Богом, это покаяние разбойника. Который висел рядом с ним на кресте. И не было никаких молитв покаяния, никаких там, никого в воду не макали. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И Библии никому не дарили потом. И в отчет не записывали, покаялась трое. Галочку. Сегодня не покаялся никто. Да, это по башке. Не, ну это уже... А это как-то... Мы же сейчас не можем отменить, что, допустим, при нашем покаянии... Вот, допустим, да, когда человек уже лежит, там у него рак, и он лежит уже на последней стадии на кровати, да, естественно, его уже не будут крестить. Его просто он исповедался. Почему? А чем отличается человек, больной раком, лежащий на смертном отряде, от человека, здорового, ходящего своими ногами? Вот буквально у нас был случай, вот, наш пастор рассказывал, что ему позвонил какой-то там, даже отпавший от нашей церкви тоже, позвонил, вот у меня друг умирает. Он туда пришел, и он с ним пообщался, и он только с ним успел прочитать молитву покаяния, там, ну, то есть, у нас не 36 страниц, там, да, просто как бы есть определенная... Я, честно говоря, ее не изучил. Это что, значит, нужна ваша молитва покаяния? Кому она нужна? От того, что человек ее прочтет, он не спасен при этом, понимаешь? Ну, что, хотите сказать, что человек, тот, который покаялся, сейчас не пошел на немца, он после этого умер? Если он покаялся, он бы пошел на немца с молитвой покаяния и без молитвы покаяния, с пастором и без пастора. Богу абсолютно по барабану, кому ты каешься и кому ты рассказываешь. Бог видит... Пастор ему просто помог и рассказал, потому что тот отпалший ему не мог. Это другой вопрос. Но его не крестили? Не пастор. В смысле, баптиза вот этого не было? Да, не пастор, не сосуд с водой, не укрепление, которым брызгают священники там на всех подряд. Он не спасает. Спасает только Бог, человека, покаявшегося в сердце своем. Потому что Бог видит только сердце. Ему все равно, какие слова ты говоришь вообще. Молиться надо сердцем. Вот одно из объяснений молитв на языках есть моление сердцем. Потому что Дух Святой дает такой подарок. Чтобы мы могли молиться сердцем. Когда мы не обдумываем каждое слово, теологически оно верно, мы построили этот оборот в молитве, или неверно. Как нас могут оценить? Ну, с этим да. Но в любом случае наша все равно молитва покаяния, она просто помогает. То есть человек, который... Это атрибут. Но она в любом случае, она же помогает. Мы же, когда первый раз приходим к Господу, мы же не знаем, как к нему обращаться. Серьезно? А как ты к родителям своим обращаешься? Ты приходишь к родителям, как ты к ним обращаешься? Ну, нет такого откровения у человека, который только-только пришел к Господу. Вот первый раз пришел на служение, и он научил сразу откровение, что сам Бог нам отец. Я люблю, вот здесь есть некоторые течения фарисейские, которые сразу... Вот ты приходишь, им говоришь, пойми одну простую вещь. Он твой отец. И у него есть дать тебе все. Но это когда... Вот так с ним общайся, как с отцом. И претензии свои ему надо высказывать, да. Я высказываю, я иногда высказываю Богу свой претензий. Я разговариваю с ним, как с отцом. Я тоже, но это приходит потом... Ну, как бы... Это не в первый день пришло. Когда ему скажут, тогда оно и придет. Вот в тот самый момент, когда ему скажут, что вот так ты можешь с ним общаться. Ну, молитва покаяния же, как правило, бывает. А сейчас повторяйте за мной, те, кто хочет покаяться. Так что бывает? И вот это вот еще совершенно и фарисейские, и все верующие сказали... Я не согласен с тем, что пастор говорит. Я не согласен с тем, что я должен говорить о ней. Почему это? Ну, не согласен. Бывают, например, особенно христианские пастори, когда проповедуют. Есть вещи, с которыми я не согласен. Ну, не согласен. Они по Писанию неверны, теологически неверны. Я что теперь, должен говорить о ней на то, что... Неправильно, что ли? Оно неправильно, теологически. Понимаешь? Когда увязывают две совершенно неувязываемые вещи в одно, только потому, что ему понравилось, как этот стих написан, и как этот стих написан. Они вообще не имеют друг другого отношения. И он говорит... И в Писании написано, да, в Писании написано. И он делает вывод, а потом говорит, и все верующие сказали, и вся церковь, как это... Аминь. Еще только не хватает, чтобы башкой об пол поскучались в низком покое. Нет, и вся церковь сказала аминь обычно бывает не после проповеди, а после молитвы. Это так кажется. Как это так кажется? У нас так? То есть мы не будем... В церкви, где не так. Есть церковь, где пастор что-нибудь ляпнет, и говорит, и все верующие сказали аминь. И все верующие сказали... У нас очень хороший пастор, у нас мудрый пастор. Я не говорю, что он не мудрый. Любой пастор мудрый. Но есть церкви, в которых это доктрина. Это не от пастора зависит, это от церкви зависит. Церковь так решила, что если ей нужно что-то донести своей пастве, она говорит, вы скажете вот это, а после этого скажете, и все верующие сказали аминь. То есть что он эти фразы говорит? Что если ты не сказал аминь, ты не верующий? Не знаю, я, честно говоря, не встречала. А я встречал. Послушай всякие записи. Я вот, я человек антирелигиозный, я борюсь с фарисейством. Мне этого фарисиста в иудаизме вот так хватило. Еще и в церкви его находить. Мне оно не нравится. Праздновать Пасху не в Песах, это фарисейство. Праздновать Рождество 25, 30, 38, 38, 39, любого месяца, это фарисейство. Потому что в Рождество мы можем праздновать вообще каждый день. Да, да. Но как факт, а не как день. А его отмечают как день. Понимаешь? Понятно. Отмечают как день. А это нужно отмечать как факт. Распятие отмечают как день. А надо отмечать как факт. Как факт, понятно. И в церкви тоже говорится о том, что не нужно это делать, только к одному дню привязывать. И что только в этот день что-то там искупляется, какие-то грехи. Естественно, у нас каждый день, каждый день это обновляется. Но опять же таки, почему это делается, например, у нас в Ашкире, почему у нас это делается именно вот в этот день? Чтобы элементарно другие люди не притыкались. Все, которые вновь приходящие. С чего вдруг спрашиваются? Ну, потому что, если, например, всю жизнь у нас отмечается 7 января, по новому стилю. То есть, а мы тут будем, вот все, давайте мы отменим, мы будем по Израилю сейчас жить, но не поймут люди. Ну, не поймут. Особенно, не поймут. Особенно, не поймут. Не поймут. Ну, супер. И пускай они понимают. Иисус, когда сказал, ешьте кровь мою, ешьте плодь мою. От нее 500 человек отошли. И он своим апостолам сказал, может, и вы тоже слиняете, пока не поздно. Ну, либо с шашкой на голову, либо с мудростью просто приобретать сердца. И он не бежал за ними и не кричал, эй, ребята, подождите, вы все не так поняли. Я вам сейчас все объясню. Он сказал, ну, что, может, и вы тоже с ними? Ему не страшно, понимаешь, что от него уйдут. Потому что он хочет знать, кто призван изначально. Понимаешь? И да, уважение к традициям там и так далее, все понимаем. Но я человек радикальный в своих взглядах. Я считаю, что вот это инструкция, как надо жить, что надо делать. Вот это. Так ее же никто не отменяет. Конечно, отменяет. Доктрина церкви ее отменяет. Доктрина церкви ее отменяет. Доктрина церкви отмечает Пасху вместо Песоха. Потому что доктрина церкви, она отменила то, что Бог сказал. Бог сказал не делать себе изображения никакого и не делать себе кумира никакого. Нет, понавешали полной церкви святых. Им поклоняются каждый. Ну, что вы сейчас говорите о них? А что нет-то? Ну, что их обсуждать-то, если они, не знаю, там у них вообще истины нет. Ну, почему я сбежала в свое время с православной церкви? Потому что батюшку, ну, и все бабушки, потому что элементарно я молодая, что там я начала ходить в православную церковь, когда мне было 12 лет. То есть меня в один скрестили, я в 12 лет сама одна ходила в православную церковь. И, естественно, стою около двери. Потому что я же не, мне почему-то было, ну, то есть я не могла себе позволить прийти поближе, потому что мне было, думаю, кто я такая, да? И я стояла как раз-таки возле скамеечки. Ой, а что ты сюда пришла? У меня же фейс-то не русский. У меня же, я же не буду всем объяснять, что я только наполовину татарка. А мне говорят, ты, башкирка, сюда не приходи. А как тебя зовут? Это потом только я начала с мудростью говорить, что меня крестили-то Галиной. А вначале, ты как тебя, Гузель, меня зовут? А ты что сюда пришла? И вот с такой обидой я стояла, я ни слова не слышала, я ни слова не понимала. Я оттуда ушла, естественно. Это старая притча такая, когда мужик пришел, такой весь татуированный, знаешь, весь в таких сапогах, таких на каблуках, с бородой. Пришел в церковь, сидит, у него такие волосы длинные, борода такая, весь татуированный, весь в кожу, ты такой, знаешь. И один подошел к нему, говорит, ты неправильно одет, у тебя есть татуировки, ты оскверняешь храм божий, ты в неправильных сапогах, ты неправильно сидишь, неправильно стоишь, неправильно молишься, и он встал и вышел. Стоит на улице, такой в недоумении, к нему подходит мужик, и что ты скучаешь? Тот говорит, меня в церковь не пускают, поворачивается, рядом с ним Иисус стоит. Тот говорит, да не посунуй, меня туда уже с самого начала не пускают. У нас церковь не имени Иисуса, а имени церкви. Потому что церковь – это не здание, это не структура, это не институт. Церковь – это собрание. В переводе с греческого экклесия – это собрание. Созрание святых, собрание грешников. Вот его сделали собранием святых. Музеем святых, вернее, я бы так сказал, вместо того, чтобы пристанищем для грешников сделать. Поэтому с церковью это все очень сложно. Ты понимаешь, что есть суперпроповедники, суперпастыри, которые, к сожалению, вынуждены идти на поводу у церкви? Ну, это политика. Это, с одной стороны, политика, а с другой стороны, это своего рода популизм. Но вот мессианские же евреи не отмечают христианские праздники. У нас в колледже… Они не верят в Христа, как они будут отмечать? Как от них? Простите, вы что хотите сказать, что я не верю в Христа? А, мессианские – это в смысле… А, понятно. Я что-то это, просто перепутала. Кто такие, мессианские евреи, я забыла. Мессианские евреи не отмечают христианские праздники, потому что они никогда не были христианами в том виде, в котором мы знаем их сегодня. То есть они были… Нет, а, собственно, какие праздники христианские? Рождество да Пасха? Рождество, Пасха, там веровное воскресенье, такое воскресенье. Нет, это не христианские… А, ну, в смысле… Это не православные праздники? Адвенты всякие там… Перед Рождеством, перед Пасхой… У нас церковь считается пятидесятнической, но мы даже с пятидесятницей троица, да, мы не отмечаем. Что такое троица? Ну, я, честно говоря, даже не знаю, мы ее не отмечаем. То есть на пятидесятый день пришел дух, да, то есть, ну, в нашей церкви, хоть мы и считаем, что это течение пятидесятников, но не отмечают. Но с мамой в этот день я хожу на кладбище. Пятидесятницу вы не отмечаете? А? Пятидесятницу вы не отмечаете? Нет. Как это вы не отмечаете пятидесятницу? Ну, обычное служение, то есть нет такого служения, как Рождество, как Пасхи. У нас нет такого торжественного праздника. Самый главный праздник вы не отмечаете, а придуманный вы отмечаете. Какая у вас интересная церковь просто. А почему она должна быть, самый главный праздник? Самый главный праздник? Ну, когда Дух Святой нам... Это праздник, написанный в Библии, который нужно отмечать. Это праздник Господа, а не врач. Ну, мы, допустим, мы пришли на служение, говорим, вот сегодня Дух Святой, там, т-т-т-т-т-т, это все. Но мы не отмечаем его там, как с такой помпезностью. Это должно быть специальное служение, сделанное для этого праздника. Оно должно быть специально для этого праздника. Оно должно быть приурочено к этому празднику. В Библии написано, как мы должны отмечать этот праздник. То есть должны все появляться перед лицом Господа в Иерусалиме. То есть это должно быть приглашение людей в церковь. Вы должны все прийти, даже нужно объяснить историю этого праздника. Это один из основных праздников. Есть три праздника, которые Бог сказал праздновать во веки вечные. Это Песах, Шавот и Сукот. Во веки вечные Он сказал праздновать его. Он написал, как его праздновать. Прямо расписал. Бетхан Завод. Какая разница? Это Бог сказал. А Шавот, я, например, забыла, что происходит. Что происходит, это праздник дарования Тора. А, дарования. Но мы не отмечаем его. В общем, плохо. Ну, как его отмечать, если, допустим, мы вот не отмечаем, например. Не просто так Дух Святой пришел именно в Шавот. Совершенно не просто так. Потому что для иудеев это был день дарования Торы, а для детей Нового Завета это день дарования Святого Духа. Это вратное время. В то же время. Шавот, это 50-й день. Поэтому называется Пятидесятница. Нет, у вас Шавот, не у вас, а вообще, по-моему, был сейчас вот в октябре, да? Шавот, это праздник, который идет на 50-й день после Пасхи. 49 дней. Да, в июне он где-то приблизительно бывает. Пятидесятница, это и Шавот. Просто еще раз говорю, его называют Пятидесятница, потому что в 325 году нашей эры император Константин сказал изъять из христианства любое упоминание об иудеях, любое упоминание и составить список анафемы. Вот в том числе название праздников перестало быть иудейским. Например, те, кто праздновали Шавот, а не Пятидесятницу, анафема. Кто на 8-й день делали обрезание своим младенцам, а не крестили их в тазике в церкви, анафема. Кто праздновал Шаббат, а не Воскресенье, анафема. Ну, в тазике вот насчет тазика я не... Это вопрос чисто... Вот у вас, пожалуйста, в Израиле хоть когда вы идите, там у вас всегда плюс 30. Ой, как хорошо. А когда у нас, например, вот я крестилась, я лично крестилась в ванной. Не страшно. Ну, то есть, ну, кого-то в тазике, кто маленький. Минуточку. Блин, вообще-то младенцев не нужно крестить. Потому что крещение – это чисто, опять же, фарисейский праздник. Нет такого понятия крещения. Это из издревле иудейский обряд омовения. Перед тем, как... А вот, кстати, Миквы сейчас используют христиане в мессианские? Ну, нет. В основном есть, во-первых, у нас есть Баптистская деревня, где есть бассейн, специально для этого. Миквы, ну, и кто-то использует, кто-то не... Ну, во-первых, ни один раввин в Миквы не пустит христианину, ты чего. Миквы – это религиозное учреждение, куда все очень четко. Там вот если ты еврей, тогда да, а если не еврей, тогда нет. А есть бассейны, потом есть и Ордан, есть море. Ордан я знаю. Есть Кинерет, есть... Ну, в Мертвом море сильно не покрестишь, а есть два моря еще других. Есть еще Гелигийский, есть это самое... Кинерет, какая? Любой водоем. Но ребенка крестить незачем. Что такое крещение? Там омывение от греха после покаяния. Человек каялся, а потом омывался. А ребенок в чем? Его хоть 10 раз опустив тазик, он все равно грешен по природе своей. Не, ну я думаю, что все равно это, скорее всего, не крещение, а, скорее всего, это как посвящение своего ребенка Господу. Ну, примерно так. Чтобы он хранил его от зла и все это было, как вот мы делаем сейчас, да? Нет, нет. Давайте называть своими именами. Бог заповедовал детей обрезать, да, на восьмой день. И только те, кто обрезаны, были детьми завета. Так скажите, что мы его макаем в тазик, чтобы он был ребенком завета? Нет, они говорят, что это крещение и отмывение его от первородного греха. Так невозможно смыть грех с человека, если он не покаялся. Невозможно. У верующего человека спасенный ребенок не рождается. Ребенок покается самостоятельно. Это отдельная жизнь, отдельное все. Если у Вани нет вопросов, то у меня еще один назрел. Давай, давай. Ну, как бы так, вот я опять к своему сомнению. То есть у меня, я себя отучила, но то есть вначале, вот сейчас очень так хочется, надо прям сделать, но я уже понимаю, что это неправильно. Все-таки вот иногда хочется раскинуть вот эти шерсти. Причем не один раз, на одной и той же ситуации. То есть вот, например, я же не знаю, как и что там. Господь, ну дай мне какое-нибудь слово. Слова нет. Господь, ну дай мне слово. Уже потом начинаешь. Господь, там проговори со мной уже через осла. Что-то нет. И вот все ты донимаешь, вот донимаешь, донимаешь, донимаешь. И потом уже думаешь, уже на вот это готов. Вот если вот сейчас вот так вот будет, если вот так вот так вот случится, вот так вот так вот будет, я понимаю, что это неправильно. И я уже потом думаю, ну какая глупость. Ну что же я такая вот. И все равно вот очень хочется вот это сделать. Очень хочется. Вот когда нет слова, и когда ты не знаешь как. то есть я понимаю что я точно знаю что это не грех я точно знаю что вот так вот описание говорит не грех нет это не в плане таких бытовых житейских ситуациях на который например спасение не будет иметь значение положено бог написал в книге исход одна из отдельных заповедей которую он дал моисею книга исход по моему недавно только что 22 глава написано ворожей не оставляя в живых что-то твоему то не грех нет но я же не гадаю то есть я же не делаю так что такое раскинуть шерсть это не ворожба вот это немножко наверное вот почему я перестала как бы вот что такое раскинуть шерсть я походу не в теме важно послушайте меня сюда бог вчера сегодня и всегда одинаковый ветхий завет точно так же нам заповедует делать вещи которые нужно делать сегодня точно так же нельзя сказать а вот это мне нравится классный заповедь я буду исполнять о это как некрасиво нет я не буду не так нельзя жить бог вчера сегодня и всегда одинаковой если он написал что этого делать нельзя до этого делать нельзя нельзя он написал что нужно седьмой день отдыхать на седьмой день нужно отдыхать вот хоть 30 нужно отдыхать это суббота написано господу ладно мы пошли на уступки уже самим себе и своей собственной совести у кого как у кого кто когда решил туда вот тогда и суббота на но слово суббота она не суббота она шаббат шаббат от слова шаббат то есть ничего не делал не исполнял свои прямые обязанности неделю выполняешь свои прямые обязанности один день отдай господа не твое ладно вы решили что у вас шаббат воскресенье пусть будет воскресенье я решил для себя что у меня шаббат в пятницу потому что я субботу должен должен работать ладно 5 но этот день полностью посвящен богу я здесь ничего не делаю я только служу и больше ничего написано многократно в библии написано про колдовство и ворожбу и звездочетство и все это вот это идло поклонство это грех который написано они царства божьего не наследует четко совершенно написано и в ветхом завете и в новом завете нового завета без ветки его не существует он рассыпется вот так вот если не будет ветхого завета нет ничего новым завет что-то новый завет они книжка это книжка новый завет новый завет был заключён с давидом в ветхом завете. Что это? Он не с тобой заключен. И не со мной заключен. И не с Ваней заключен. И не с твоим пастором даже. И не с самым крутым епископом заключен. И не с митрополитом Кириллом он заключен. Он заключен с Давидом. Это Брит Давид, то есть завет с Давидом, он заключен тогда, в Ветхом завете. А Новый завет, что сейчас написано, Новый завет, это книжка всего-навсего. Это всего-навсего напечатанная книжка, в котором люди, которые получили Слово Божье, изложили его на бумаге. Не более того, если они чего-то не написали в Новом Завете, то есть в этой книжке, это не значит, что что-то отменило то, что Бог сказал раньше. Ну, предположим, как человек должен решить, переезжать ему, например, или не переезжать? А, нужно погадать на картах, да, обязательно. Не, ну почему на картах? Я не говорила, я им... Какая разница? Но на шерсти. Какая разница? Вот в этом, понимаешь, вся проблема, что мы не слышим Духа Святого. Он с нами говорит. Он с нами говорит постоянно. Через Слово, через других братьев, на проповеди. Тут что-то услышал, тут что-то... Сложил один плюс один, ага, вот два, получил. Не, мы сразу отойдем. Я к нему сатана, я лучше на шерсти раскину. Как поступает человек, если он не получает Слово Божие? Во-первых, так не бывает. Если он читает Библию каждый день, он получает Слово Божие. На определенную ситуацию. То есть открывается... Может, совсем другое. А вот... А что значит, что другое? Нет, простите. Минуты. Ну, я не... Ну, что это... Вы уподобляетесь Моисею, который он сказал, я тебя избрал. Вот он говорит, я тебя избрал. Он говорит, нет, по сути, это не к мне, не, вообще не канает никак. Не, я вот плохо говорю, плохо стою, плохо лежу. Все плохо. Не, не, найди кого-нибудь другого. Он говорит, ты, слышишь, я бог, я тут хозяин вообще-то. Это я сказал, это не ты подумал, это я сказал. Сделайте, что я говорю. Иначе кирдык. Потом пророк Еремия говорит, не, не хочу я пророком. Нафиг надо вообще. Что, больше заняться, что ли, нечем? Пацану 13 лет, вообще. Бог приходит, говорит, ты пророком. Он говорит, я? Нет. Он говорит, ну-ка ты это... Сиди тихо молчи. Я тебе сейчас все расскажу. И все. Потому что он сказал, я тебя... До того, как создал, я тебя икартиха, икартиха, в... Интересно, 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 забыл. Слышишь? Сейчас вспомню. Еремия. Да. Я цартиха, я адтитиха, икдаштиха, венаттиха. Образовал, познал, осветил и поставил. Это предопределил там вот это, да? Еремия, первая глава написана. Прежде ниже, я образовал тебя. Я цартиха, в очреве. Я познал тебя. Я датиха. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, икдаштиха. И пророком для народов поставил тебя. На датиха. И так по отношению к каждому из нас, это не просто так здесь написано. Он каждого из нас, прежде чем образовал, познал, предопределил или осветил и поставил. Каждого из нас. Если ты открываешь Слово Божие и говоришь, Господь, вот как ты сейчас скажешь, я так и буду делать. А ты говоришь, не, ну иногда бывает, читай, а что-то не то. Ну мне не нравится, если тут написано. Я согласна, что нужно учиться слушать Слово от Господа. То есть не принимать его так, как я хочу, а именно вот с этим я очень согласна. И все время себя как бы... Зачем сейчас вы крестились? Но я говорю о человеческом факторе таком. Потому что я знаю, что я не я одна такая. Когда нужно... Вот, например, у меня есть сестра в церкви, да? И вот сейчас просто Аня вспомнила, да? Она... Почему я приведу ее в пример? Потому что она как бы, ну так скажем, больше меня ходит в церковь, и она больше меня служит, и... То есть муж у нее служит, и все. Но вот когда случилось так, что вот у нее есть... Это не важно, ладно. Нет, она действительно посвященная сестра. Вот. Когда, значит, ее дочери сделал человек, молодой человек, предложение из Америки, она... Ну, они как бы вроде бы вот влюбились, да? Ну, что там, они молодые, все. А у нее сердце не в порядке. Она говорит, вот я молюсь и молюсь, жду и жду слова, жду и жду слова. Почему я это запомнила? Потому что на некоторые... Она ждет не слова, она ждет слова удобного ей. Нет, она ждала воли Божьей. Точно так же, как и все. То есть я тоже говорю, Господь, пусть твоя воля будет. Так, в любом случае будет его воля. Это вообще вот самая, ну, я не знаю, тупая молитва, которая только может быть. Пусть исполнится воля твоя. Ну, нашла в чем-то... Как это... Это вообще-то отчинаш тоже воля твоя. Как это тупое? Замечательно. Ну, отчинаш, да. А в другой-другой молитве мы говорим, ну, я бы хотел, чтобы вот мне сейчас поставили Мерседес в подох. Ну, пусть исполнится воля твоя. Все равно ему исполнится, хочешь ты или не хочешь. От тебя исполнится его воля или не исполнится, не зависит, понимаешь? Она исполнится? Она исполнится, но она, может быть, через пень-колоду исполнится. То есть точно так же, как у Авраама. У него воля Божьей была... Еще раз, как она исполнится? Ну, нехорошо она через, не знаю, через вот такие окольные пути она может исполниться. Она исполнится так, как он решил, чтобы она исполнилась. Если считаешь, что у Бога есть какой-то пень-колода, то извините, проверьте, верили вы. Какая пень-колода? Вы о чем? Воля Божья исполнится исключительно так, как он решил, и никак по-другому. По-другому не будет. Это ты когда так говоришь, это... Ну, пускай будет Мерседес. Да будет воля твоя. Это так, это тонкий намек, как бы, на то, чего ты хочешь, чтобы не прямо линейный вот это все говорить. Ну да, а как человек делает? Он садится в машину, сажает Иисуса рядом с тобой и говорит, так, мы сейчас поедем там сделку, ты уж не подведи там, поработай с народом, да? А я пойду там сделку. Надо наоборот сказать, вот садись за руль, я сейчас пристегнусь, вот вези куда надо, вот куда ты считаешь, чтобы я ехал, вот туда вези. Мы приходим к Богу, даем, вот здесь пишем, значит, список такой вот, значит, вот это хочу, это хочу, это к Богу приходим, подпиши вот здесь. А надо взять белый лист бумаги и сказать, все, что ты готов мне, все, что ты скажешь мне сделать, я выполнил. Подпись, скажи, напиши, что мне нужно сделать. Вот это будет правильно. А остальное все неправильно. Остальное все отлукаво. А ты что-то сегодня вообще никаких вопросов не задаешь? У меня в основном все вопросы возникают в процессе. Вот такой вопрос еще возник про... Ну, включая вот то, что Гузель говорила, да? Про слово, которое там приходит, не приходит. Ну, тут понятно. Что такое вообще вот этот молитв на языках? Я вот уже столько раз это слышал, столько разных объяснений тоже и слышал, и видел, но как бы... Что это на самом деле вот есть? И почему, допустим, одни могут, другие вообще как-то не понимают? Человек, крещённый духом, может молиться на языках. А? Человек, получивший духа святого, может молиться на языках. А как понимает человек, получил он или нет? Одно из даров святого. Есть ли у него дары святого духа? Что, я много пропустила? А, ты что пропустила вообще? Как всегда. Сейчас. Ты можешь, Ваня, пока пересказать, что ты тут говорила? Давай, перескажи нам. По поводу исполнится воля его через пеньководия. Тебе нужно трёхдневный, трёхдневный. Бог простил тебе такой богохуй. Что, это нехорошее выражение, да? Бога написано в Береге, все пути совершенны, а ты говоришь, чтобы через пень колоду будет у него. Нет, это не Божьи пути, это наши пути, которые мы можем не послушаться Его, натворить делов. Это другой вопрос, да? Он упакается, сто лет пройдёт, и только в старости свершится Его воля. Вот так же, как в предназначении. Это меня всегда мучает вопрос о предназначении. И мне стыдно, что я до сих пор не могу войти в своё предназначение. То есть, те молитвы, то прославление, я не считаю, что это моё предназначение. И я вот каждый день прошу о том, чтобы Господь открыл мне что-то вот именно своё. Тем, что я действительно могу... Мне мало, что я могу, допустим, идти куда-то... Я понимаю, что я не евангелист пока. Это только при себе решила, что ты не евангелист. Ну, предположим, да, я знаю, почему я так говорю, потому что я считаю, что я не особо владею, так скажем, таким даром. Не то, что убеждение, а говорить так, чтобы человек покаялся. То есть, при каких-то обстоятельствах я могу... Но, опять же таки, если это человек расположено, да, если Господь так захотел, человек может слушать. Человек может не слушать. Вот. Ну, я опять же таки... Может быть, это предназначение на данный отрезок жизни. Но всё равно любопытно знать и знать, к чему стремиться, и знать, что будет. Всё равно охота это знать. 22 глава, откровение. Там всё написано, всё будет. Нет. Лично для меня в моей жизни на земле. То есть, вот вчера даже элементарно мы ехали, и мне рассказали про одного пастора, совершенно мне незнакомого. Просто ему ещё на пророчествовали ещё, когда он был совершенно молод, был молодым пастором. Но ему сразу сказали, что он будет не здесь служить, а будет открывать церкви, да, именно в Европе. И потом прошло, там, я не знаю, сколько-то, 20 лет, по-моему, и он уехал, он действительно сейчас служит то ли в Польше, то ли в Чехословаке, что-то где-то в каких-то таких вот странах. Я не помню, где он живёт. Не суть. И он действительно там очень даже хорошо преуспевает. То есть, его церковь растёт, и церковь у него здравая. Ну, достаточно такая, как у нас, так скажем. Я нашёл, сейчас, прошу прощения, мы говорили про дары Святого Духа, про языки. Первая коринфянская глава. Ну, с первого стиха. «Хочу оставить вас, братья, в неведении, от рак духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили и к безгласным идолам так, как бы вели вас. Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесёт анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Ну, здесь, как бы, правильный перевод, как только в Духе Святом. «Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, и Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий всё во всех. Но каждому даётся проявление Духа на пользу. Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному различия, различия, различия духов, иному различия языки, различные языки, иному истолкования языков. Всё же сие производит один Дух, один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». То есть, все эти дары Бог даёт нам одинаково. Дары Святого Духа мы получаем одинаково. Но проявляет он их по-разному? Ну да, то есть там же, вот ты сам прочитал, что там одному то, другому то. То есть, не каждый будет говорить на иных языках, не каждый будет обророчить. Нет, каждый, 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 каждый. Каждому, вот все эти дары есть у каждого. Просто, я не слышу себя два раза, ты можешь ли пропомнить? Просто, когда ты этот дар получил, у тебя будет, широта его проявления различна. Широта проявления его различна. Но что-то в большей мере и что-то в меньшей мере. Да, но на языках все, крещённые Духом Святым, все говорят на языках. Все. Если человек не крещён Духом Святым, у него нет дара говорения на языках. Это свидетельство. Это часть свидетельства, да. То есть, что значит говорить на других языках? Это когда ты молишься, вот когда ты молишься в Духе, ты что-то говоришь невнятное такое, непонятное что-то такое. И этот язык понятен только, только Дух уснул, потому что в этот момент Дух молится тебя. Ты как бы в отключку, у тебя мозг не работает, ты не сопоставляешь слова, то есть ты молишься в Духе, ты несёшь слово своё от сердца и возносишь его молитву хвалы, молитву прошения, молитву там, неважно чего. Но это делает Дух, потому что он лучше знает, чем ты можешь молиться. Потому что наши слова, они идут не от сердца, а от мозга. Они прежде чем выйти изо рта, пройдут через мозг. А мозг очень сильно не наш. Ну, мозг не наш вообще. Он нам не подвластен. И поэтому он сильно фильтрует, он начинает ходить за мясорубкой, там ещё такое всякое. А от сердца то, что это Дух. Вот когда ты молишься языками, как бы мозг твой говорит одно, а молитва выходит от Духа. Вот в этом как бы такой общий смысл моления на языках. А любой крещённый Духом Святым, он имеет дар моления на языках. Да, по поводу вот того, что ты сказала там, что он ждёт слово, там не ждёт слово, ждёт слово, не ждёт слово. Пример с Петром, который был здесь, в Яфу сидел, и вышел на крышу, и молился, и был в Духе, в выступлении написано. То есть он молился о каком-то там в трансе. И вдруг, значит, полотно с животными, некошерными. А, ну да. И Бог ему говорит, на, вот кушай. Он говорит, не буду кушать, оно некошерно. Он говорит, то, что Бог осветил, не называй некошерным. И если бы он не понимал, о чём он идёт, о чём он идёт речь, то есть о чём он просит или чего он ждёт, он бы сказал, а ну всё, можно кушать свинин. Или и доложить. Потому что Бог же показал, вон коровы падают, свиньи там, креветки и всякое такое. Он понял, что ему можно пойти к язычникам, потому что на то время общаться иудею с язычниками, это было как сегодня, например, войти к смертельно больному, жуткой инференцией, например, больному Эболой, вирус Эбол, зайти к нему без средств защиты. Вот примерно так же это было. То есть это было жуткое осквернение тогда себя самого, если ты общаешься с язычниками. Тем более, ешь у них дома, это вообще просто вот катастроф. Сегодня, в последний день, фарисеи не едят в доме у неверующих. Ну, в смысле, не евреев. Не едят. Потому что это осквернение. Да, я только в прошлом году фильм, сериал смотрела, как раз таки вот о, вот этом все. Столько много бы мы узнала. Даже и вилки, оказывается, разные, ложки, молочные. Все разные. Холодильники разные, вилки разные, тарелки разные, раковины, посуды разные, шкафы разные, все разные. И чтобы, не дай бог, не прикутали, не должны быть одинаковые по внешнему виду. Вообще, конечно. Ну, это фарисейские всякие штучки. Нигде же не написано, что нельзя есть молоко с молочной, с мясным. Вместе. Ну, а куда они тогда начали так делать? А, вот не вари казненка в молоке матери своей. Вот из-за одного предложения. Тут целые книги пишут из одного предложения. Ты мне говоришь это самое. Когда читаем, что принес он им молоко и мясо, и ели они, и пили Авраам, ангелам. Они говорят, нет, это не то, что вы имели в виду, это не то, что он принес им прямо молоко. Молоко называлось там, я не знаю, что еще. Но это было не молоко. Хотя там четко написано на иврике, халав, хемав и басар. Хема это сливочное масло, масло взбитое из сливок. Другого значения у этого нет. Как так? Вроде вот евреи, да, вот они всю жизнь были такие вот не просто умные, сообразительные такие вот, ну, всегда говорят, что если он еврей, значит он умный, да? Это не обязательно совершенно. Тебе надо в Израиле пожить, чтобы поднять обратно. если, например, один еврей, кажется, у нас здесь, в России, он будет сразу уменьшен. У вас в Еврею здесь все такие. Ну, как так понимать тогда буквально такие вещи? это религиозные изыскания и таких их очень много на самом деле и очень откуда вообще вот давайте так где написано что человек наследует что-то от матери вот где написано я об этом не знаю я удивилась только то что то еврей а почему откуда от марио отъем что не знаю его первая грешница на земле это решает я не знаю почему именно у нас уже считается что все от мужчина мужчина это везде почему евреев считается что ну вот сейчас эти скажу я сейчас просто еще иду место ты говоришь что-то самое что буквально все понимать да по моему это первая глава что сейчас секунду если я последним на улицу и ищу все что-то в конце на самом деле она в начале притча но 1 стих 8 слушай сын мой наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей вот это причина по которой и близко теряется по матери объяснить почему почему открываем книгу притч на местном на речи первая глава восьмой стих читаю на иврите потом переведу мусор овиха в аль титаж турад и меха слушай написано мусор мусор это нравственность да или мусор это как это сказать ну пусть будет правило мораль твоего отца написано не оставляй турад и меха турад и меха слова турад имеется ввиду это такое связующая буква это в конце имеется ввиду тура они а и меха это мать им ну твоя мать имеется ввиду нет тара это же закон это закон да здесь написано что не оставляй зуб закона матери твоей вот на основе всего двух слов закона матери твоей то стурад и меха то есть человек наследует тору по матери евреи начали вдруг определяться по матери хотя все всегда определялись принадлежностью к дому аврамову исключительно по отцу а ты говоришь вот она фарисеиста берут кусочек стиха и делают из него целое постановление галактическое современного цен мой ты подчинят ты подчиняться должен получением отца твоего исследовать наставление матери твоей это неправильный перевод я все прочитал что написано в иврите нет я вообще я просто я стараюсь сравнивать если мне что-то непонятно сравнивать с ивритом потому что переводка же сильно хромает он нагло сильно дальние надо такие вещи просто вплоть до наоборот переводит ну как вот так он человек же не переводил его один то есть наверняка создается какой-то консилиум чтобы его перевести создавался значит его перед я объясню откуда его переводили сначала на греческий септуагинта перевод 70 а потом переводили с греческого на русский вот и себе представить что переводили с древней греческого извиняюсь древнего иврита на древний греческий которым уже сегодня никто не пользуется ты если знаешь древний греческий ты не можешь разговаривать современным грекам потому что слов вообще-таки больше не существует не можешь разговаривать на древнем иврите таких слов не существует на арамейском сегодня никто не говорит когда ты разговаривали когда ты переводишь одно с другого первое греческом языке не было большинства слов которые были написаны на и надеяли можете просто небо греческом языке нет букв которые есть вы брете и в узком а потом и из греческого переводили на русский отсюда вирсавия батшева стала вирсави и опять же или берешь настала вирсави получается чтобы в для русского человека жену давида и и город который авраам построил назывался вирсавиа это неправда город называется биржева жену давида звали падшего а как вирсавиа звучит красиво как речка не знаю откуда появилось имя елизавета например на юлиса фета елиса откуда появился иисус его не звали иисус ну и еще а еще откуда появился павел он никакой не правил и даже не совал он шауль и петр он никакой не петр он шимон которого назвал на арамейском кейфа или камень иоанн никакой не гуан он юхана тогда я уже не говорю про более неприличные названия которые есть например виздана никакая не виздана быть хезда бит хезда бит дом милости бит хезда хезда это милость нет хэсэд это милость правильно будет или вефезда я все время всю жизнь думаю правильно будет бит хезда или бит хезда но я же не могу читать бит хезда на русском языке библии же так и написано правильно будет бит хезда а как ты там ее прочитаешь на русском это уже 35 вопрос то есть как бы есть очень много вещей которые например откуда его ее ж не его звали ахова даже его да откуда народ взял что это будет рай во раем вообще называться тоже не знаю нигде не написано что-то рай написано что был эдем и в эдеме был сад который звался эдемский сад и когда ваня тут он просто там на чем-то лежит моему на шкафу это у тебя же с интернетом так что вот его дела хорошо не было плодотворная двухчасовая беседа я думаю это мы закончим с чем заниматься много почвы для размышления есть и приглашайте сюда на этот эфир своих друзей пускай слушают это же всем полезно послушать кто вам еще будет читать ивритскую версию библии написано на оригинальном языке оригинала я вот через полгода буду писать читать и говорить на древнегреческом я вам еще и новый завет буду в оригинале читать чтобы было понятно разница с удовольствием послушаю так что приглашайте своих мне почему ну как вообще все ваня вопрос у тебя нет ваня но вот у меня только вот продолжение этого вопрос который я задавал то есть как бы получается там человек который на языках написано не судите по наружности судить поистине давайте мы не будем судить крещен человек духом и не крещен если он не я не завис я здесь и ты завис значит у одного вере завис наверное у тебя в 1 меня гузель зависла нет я не зависла от весла по поводу молитв не будем судить по внешности потому что есть люди которые стесняются молиться на языках они вдруг думают о чем они подумают есть люди которые молятся не в духе да они просто молятся нигде написано лишь молиться только в духе и любое обращение к богу есть молитву по моему так вот я так считаю и поэтому не надо судить о человеке если он вдруг там не говорит на иных языках то что он не крещен святым духом мы этого не знаем святой дух не видим он был виден только один тем во всей истории человечестве к нельзя сказать крещен то или не крещен можно ты тоже чувствовать если кирилл и межголева о спасении и чувствует что грех опять же истинный грех нет грехи грехи навязаны например его городу как рио что ты чего чрево где написано в библии меньше надо вот что не так там же написано где в 1 принять и где что хури не так вот и григотику на но написано что но не да ну блин как это формулируется не должно управлять вами да то есть написано все можно мне не все управлять все можно мне но не отдамся в рабство или не все полезно мне все можно не полезно все можно но не всему на самом деле всем я например могу выпить там стакан бинас сигареты меня просто не лезут очень много лет я могу без я вообще даже даже вместе они проводят виноградным вы включите кто-нибудь микрофон нет я слышу даже причастие проводят с виноградным соком если я выключаю микрофон и ничего не слышно нет этого не значит у него барахли поэтому нужно посмотреть на что конкретно является грехом грехи все расписано у нас в библии если что-то грехом не является то то это не грех иисус сказал не пить вина вот для меня это грех ты где-то он сказал не пить вина ну-ка покажи меня не приду не пить больше вина он сказал на последнем секундочку найди мне это место прямо сейчас как же плохо я знаю наизусть писание да и там еще в каком-то месте писания говорились тоже про ну про то что вино не пейте я не помню формулировку нигде этого не написано и не может быть я натыкался вина иудейской традиции еще раз повторяю иисус был еврей все апостолы были евреями они писали все что они говорили писали исключительно для евреев больше не для кого для всех стрых это было не актуально все остальные принимали как есть с из а иудеи должны были принять его из иудейства да не найдешь что этого этого нет нигде евангелие написано еще отойдя другой раз молился говоря о чему если не не можешь чаши сиям виноват меня чтобы мне не пить и и да будет воля твоя это первый раз когда употребил на этом это выражение а второй раз как употребил на тайной вечере он сказал мой иисус сказал петру вложи меч в ножны нежели мне пить нежели мне не пить чаши которую дал отец мой так написано и больше нигде не написано что нельзя пить вина не пить вина не вы не дети вашего веки во всем слушать все дела и где это время 35 глава ты же сказал не пить нигде не написано ну ну по крайней мере не ну как сказать не упивайтесь да понятно что от напиваться нельзя но пить вино не то что нужно это заповедано но вот кто-то например я точно знаю что есть я даже город не буду называть у меня потому что там живет и вот она мы с ней часто об этом говорим то есть пастыр в ней церкви он говорит ничего страшного если кто-то выпьет немножко вина сам иисус пил естественно да и в ихней церкви как раз очень много алкоголиков то есть они на самом деле рассказывают рассказывают и мы молимся потому что вот вот этим местописанием очень многие зубы злоупотребляют то есть для них опять же таки норму для всех разные вот она даже поехал со мной в лагерь христианский отдохнуть и это сестра и всеми днями именно что делала напила вино было очень неадекватным состоянием но опять же эти говорю что пить вино и напиваться а он норма то у всех разные меня например со стакана вина точно я спать ляг это я вот сто процентов что нужно пить стакан вина где написано норма написано написано у иисуса что он не будет пить этого вина до тех пор пока придет он не будет мы мы не должны мы же его ждем вдруг если он дает людям чашу вина и говорит пейте идет в мое воспоминание не на водном вечере мы пьем при настоящее вино но это бывает один глоток раз в полгода а у нас причастие когда захотим потому что очень редко нужно происходить причастие где написано сколько раз в год должно происходить причастие нигде не написано 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 1 коринфянам давайте прочитать конечно написано сейчас вонять я подключу первое послание коринфянам по моему 11 глава первое послание коринфянам 11 глава вот у меня даже все из писано мишка все протянули через числа месяца значит написано так но с 18 скажем тихо ибо во первых случаю что когда вы собираетесь в церковь между вами бывают раз разделение чему отчасти верю ибо надлежит быть разномыслием между вами дабы открылись между вами искусные далее вы собираетесь так что это не значит вкушать вечерю господию ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу так что мой бывает голоден а иной упивается разве у вас нет домов чтобы есть и пить или пренебрегаете церковью божьей уничтожаете и уничтожаете и уничтожаете и неимущих что сказать похвалит ли вас за это не похвалю ибо я от самого господа принял то что вам передал чтобы господь иисус в ту ночь которую предан бы вам взял и в вас благодаря вам и сказал примите и тело мое за вас сломимая сие творите в мое воспоминание также и чашу после вечеря и искать даже чашу после через сказался я чаша есть новый завет в моей крови сие творите когда только будете пить мое воспоминание ибо всякий раз когда вы едите хлеб и пьете чашу сию смерть господню возвещаете доколе он придет посему кто будет есть хлеб сие и и пить чашу господню недостойно виновен будет против тела и крови господню ваня что-то мы видим какое-то непонятное изображение на экране я не знаю возможно так вот здесь написано совершенно четко что это делать нужно каждый день когда собираются в церкви каждый день когда собираются в церкви то есть если собрание раз в неделю причастие должен быть раз в неделю собрание каждый день причастие должно быть каждый день тут четко про это обыкновением и к этому не будут относиться как должен нет 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 прошу прощения тут написано как это делать тут написано как это делать тут написано ибо всякий раз когда вы едете хлеб пьете воду сию смерть господню возвещаете доколе он придет написано как делать все просто если ты ищешь тот стих где не пить ты ищет в притчах по поводу того кто с утра до вечера ищет где взять еще себе секиры чтобы набухаться это там у него написано у соломона так что нигде не написано что нельзя нельзя пить вино написано что нельзя упиваться вином это да а там это что его нельзя пить не написано наоборот наоборот иисус даже в воду в вино превратил не проводил в кока-колу невиноградный сок не превратил не фильтр а мне поставил для очистки воды нет он превратил воду в вино потому что вино есть часть иудейской традиции без вина ничего не делается всегда хлебопреломление и благословление на вине всегда я сейчас пошла на свадьбу я могу там пить вино запросто выпить вином чтобы там потом вот заходить или сважите и мои вещи выпить вина да можешь запросто я был бы я по обстоятельствам я не пью вино я на обычность я прихожу я делаю все стакан джина с тоником потому что там жена станет а вот столько алкоголя и вот столько тоника них мне джина с турником хватает как ранее в свое время меня вполне как я могу выпить час бутылку подкиска ну сейчас уже не конечно же меня просто алкоголь не лезть а я могу выпить там бутылку водки например там где через час начинать пить следующую потому что я протрезвее мне даже жена говорила хватит продукт переводить на меня алкоголь как алкоголь на нормальных людей не действует поэтому я его и бросил пить бессмысленно поэтому я уже очень много лет не пью и если где-то еду на какие-то праздники есть есть вино хорошее красное сухое вино я могу выпить хорошее красное сухой вина только при этом должен даже хорошая еда если еды нет я не привыкли ничего а как же тогда псалом номер один да какой псалом номер один по сути смотрите я могу пойти на день рождения где будут верующие вот например к своим родственникам вот летом нас было не тетя приезжали мы сидели есть я там а единственная я не пила вина и я не буду пить я не буду показывать во-первых я не хочу твоя проник везде нужно пить веще нужно пить вину понятно что на вечерей естественно для меня это как не то что обязанность говорим везде мы не говорим что ты обязана пить вино везде мы просто говорим что что причастие нужно проводить с вином обязательно она пьет еще раз я не я говорю что вино можно и алкоголь можно пить можно все без на все мне можно все мне можно но не все мне полезно все мне можно но не всему отдамся в рабство написано в сильно дальнем переводе не все будет управлять но в оригинале без не всему отдамся в рабство то есть не до зависимости но выпить можно почему не если меня приглашают на свадьбу к неверующим я разве не пойду пойду если мне туда надо пойти я пойду я был недавно на свадьбе дочери своего очень близкого друга я что это я знаю что все неверующие это можно но пить вместе со всеми вообще должен отойти в сторонку и пить кококолик из горла что ли почему ничего не общего с миром не имеем ну и что это хорошо так и не есть тогда там это все идоложертвенная получается почему потому что она же приготовлена к определенному случаю значит и было жертвенны а лишь каждый день этого не я они это приготовлю к определенному случаю потому что получается что это собрание развратителей по крайней ряд еды мозг не меняется не меняется да а все остальное да смотри нигде не написано что этого нельзя нигде не написано нигде не написано что мне нельзя сидеть в обществе неверующих нигде не написано я делаю то что считаю нужным например для многих неверующих то что я не пью это есть их притыкание то есть я например знаю что в компании где сидят и И просто вот сидят, пришли не для того, чтобы набухаться, а чтобы выпить. Стоит одна бутылка вина, скажем, на весь вечер, и я с удовольствием выпью полстаканчика вина за весь вечер запросто, с хорошим мясом запросто. Которая собралась ради того, чтобы нажраться, я не притронусь к алкоголю, даже если это будет самый вкусный в мире джинс-тоником. Не притронусь, потому что я хочу своим примером в данном случае показать, что там, скажем, повеселиться можно без алкоголя. Это да. Но если я пришел на свадьбу к другу, если я пришел не с целью нажраться, а с целью прийти на свадьбу к другу, мне хочется... Но как же пить вино и проповедовать? Как? Как вот сидеть, пить и проповедовать? Как? Потому что мы в любом случае везде должны, даже своим молчанием, своим поведением, своим присутствием, должны проповедовать Христа. Что такого в том, что я пью вино? Где написано в Библии, что его пить нельзя? Ну, вот я вижу такую ситуацию, да? Одна из причин, почему я не хожу часто куда-то в кафе. Потому что элементарно неверующий человек может меня там увидеть. И что? А потом, как я ему буду говорить, что я верующая, если, например, я сижу именно все равно и там... Ну, то есть я могу, например, с подружкой вдвоем посидеть, и точно она верующая, я верующая. То есть мы посидели, попили, все, и разошлось. Ну, так мне напоминает то, что ты сейчас мне рассказываешь, поведение местных ортодоксов, евреев. Это просто один к одному. Они в кафе не ходят, чтобы никто не увидел, не дай бог. Мне не стыдно, что я сижу... Просто я не... Ну, как это вот... Как я могу после этого проповедовать Христа, если я сижу, например, пью? Что ты пьешь? Выпить вина с мясом, написано в Библии, пить вино и есть мясо. Написано, пить вино и есть мясо. В чем проблема, я не понимаю? Не знаю, я не знаю, что сказать, но я так научена. Ну, ортодоксы научены вообще там и женщины, и женщины к собственности относиться. И что каждый научен, как может. Ну, что поделать. Я еще могу, как написано в Библии. В Библии написано, и пить вино и есть мясо. Поэтому вегетарианство не для меня однозначно. Потому что этого в Библии не написано. Можно не пить. Можно пить. Но не напиваться. Но это может быть повод к расходству. А как же, опять же, да все может быть поводом к расходству. Не фарисействуйте. Вот ты как себе позволяешь вот в таком виде сейчас сидеть, у тебя руки открыты. Ты что? Ты что? У меня вот это закрывает. Не покрыто ничем. Ты как себе это позволяешь? Это же может быть поводом к распутству. Люди же могут... Ну, может быть, поводом к расходству. Люди должны быть вот по сих пор закрыты руки. Вот по сих пор. Чтобы были видны только пальцы. И шея вот по сих пор. Нет. Там так не написано. Написано. Конечно, написано. И прикрыта голова должна быть. Прикрыта должна быть голова. У меня глава Христос. Нет. У тебя глава муж. У меня нет мужа, поэтому Христос. Вот это плохо, что у тебя нет мужа. Я тебе сейчас такую... Я тебе обваливаю. Я тебе сейчас такую футу разведу, что ты жить не захочешь. Что за ерунду ты несешь? Повод к распутству. Телевизор может быть поводом к распутству. Ты знаешь? Может быть. Да. Поездка в транспорте может быть поводом к распутству. Почему? Потому что там же маньяки ходят. Они же все смотрят только на задницы чужих девушек. Не надо их выставлять за задницу. А почему? А как же? Ты можешь носить длинные юбки, не дай бог, не обтягивающие. Ты что? Это может быть поводом к распутству. Руки на показ выставлять? Нет. Ты что? А волосы? Нет, конечно. Он же может возбудиться от твоих волос и прямо напасть на тебя там. Так не напишите. Не носите ерунду. Ну, оставьте в покое. Что за фарисейство такое у нас? Мне очень жаль, если вам это в церкви преподносят. Серьезно говорю. Очень жаль. Вместо того, чтобы вот этой ерундой заниматься, лучше изучайте Бога. Слово надо изучать. А не смотреть, у кого какое платье, кто как одет, кто сколько выпил и какой у него повод к распутству. Нет, я согласна, что палец держать на себе. Это 100%. Но по поводу одежды написано, горе тем, от кого исходит соблазн. То есть я здесь, я понимаю, что я не... У тебя он исходит, конечно, от тебя исходит. Нет, от меня ничего не исходит. У меня вот это все прикрыто. Это мне он не исходит. Придет какой-нибудь там супериридиозный, скажет, посмотри, у нее уши не закрыты, а руки у нее открыты, посмотри по плечи, все, да она же распутница. У меня бабушка, хоть и неверующая была, такая была, она видела, как там танцуют на сцене какой-нибудь там женский балет. И она говорила, вот развраты там, тьфу, и крестила телевизор, все, что хочешь. Это просто искусство. В балет нельзя ходить, это может быть поводом к распусту. Там мужики девок лапают, как писал Высоцкий. Девки все как на подбор в белых тапочках. Все можно за уши притянуть. Все можно за уши притянуть. Как жизнь? Просто жизнь, просто жизнь простая. Все, что здесь не написано, делать не надо. Здесь не написано ничего такого, что ты мне говоришь. Например, не пить, не есть, не ходить, не стоять, не лежать, ничего. Не написано. Написано, все мне нужно, но не все должно управлять мной. Я все равно убеждена. Мы живем в таком веке, когда алкоголизм вообще действует, зашкаливает просто. Я не знаю, вот у вас, наверное, нету, а у нас, вот я сейчас поселилась, это же кошмар. На шестом месте в мире самых пьющих стран. На шестом месте в мире. У вас нет каких-то таких алкоголиков. Да ладно. И вам же и у вас нет. Что вы говорите? Я повожу по местам, где они есть. Они не везде есть, но они есть. Их очень много. Их очень много. И они замерзают зимой, мы их отыскиваем, мы привозим их во всякие, в полиции мы их отыскиваем, привозим во всякие теплые дома, чтобы их там обогрели, напоили, одеялом укрыли. Некоторые не хотят ехать, мы им одеяло раздаем. Что у вас мерзнуть? У вас жара. Ну, может быть, жара, но зимой, когда у тебя к нулю ближе температура, человек пьяный, он может умереть очень просто. Он же греется и ест только водку. У него же ничего другого нет. Причем не самую лучшую, самую дешевую. И он пьяный человек, на таком холоде, может умереть? Есть, все есть. Просто опять же я тебе говорю, это все зависит от того, насколько человек ведет, какой образ жизни. Если человек ведет образ жизни, соответствующий человеку верующему, то он будет вести, соответственно, человеку. Вот сейчас только вспомнила. Написано... Мы просто разговариваем, я хочу кушать. Ну, ладно. Ну, вот есть ли такое местописание? Я тоже, мне, кстати, сейчас сын тоже придет, надо кушать варить. Ну, говори. Вот это последнее местописание. Написано, что если, например, вот, если я ем мясо, да, а мой брат не ест мясо, то лучше ты тоже не ешь мясо, чтобы тот не... Где это вот написано? Такое вот сейчас, что-то мне прям это... Чтобы тот не приткнулся. Где не написано? Нет, нет, я просто не могу вспомнить. Я вспомню и потом... Это написано там, где говорится об идоложертвенном. Если есть подозрение, что это идоложертвенное, лучше не есть, чтобы другой не приткнулся. Где есть подозрение, что это идоложертвенное? сейчас тоже не помню где искать не буду но это именно так в таком контексте написано что если когда павел обличал петра в том что он пока иудеи не пришли ел с язычниками а когда они пришли перестал с ними чтоб типа они не приткнулись он объясняет что что нужно не есть есть подозрение что еда которую мы едим и доложертвенно есть подозрение то ее есть нельзя чтобы другие не приткнули так ладно все на сегодня мы закончим на два с половиной часа у нас рекордная сегодня была беседа спасибо всем сегодня у нас были молча иван секретов из города химки и многословная гузель из города салават башкор башкирии все всем спасибо будьте благословенны пусть господь благословит вашу неделю пусть у вас все будет хорошо читайте слово боже изучайте слово будет чате бога не фарисействуете пожалуйста не фарисействуете этого этого бога не нужно мы должны быть праведнее всех фарисеев и книжников тем что мы приближаем себя к богу каждый день и стараемся уподобиться ему а не искать кто там на что на чем может приткнуться и кто там выпьет на 3 грамма вина больше или меньше поэтому давайте жить простой жизнью которую нам заповедовал жить иисус доколе он придет и стараться уподобляться ему а не фарисеям написано бойтесь закваски фарисейская все что сейчас не рассказывал за чисто фарисейская закваска поэтому все всем спасибо те пускай бы для всех благословенная неделя и до встречи через неделю или в наших ежеутренних передачах образоваться завтра с библией в 9.30 по израилю в действие по москве каждое утро пока